Все самое важное, что произошло в регионе за последние семь дней. Обсуждаемые темы и эксклюзивное интервью. Здравствуйте, это «Итоги недели». Я ее ведущая Санья Кубжасарова. Круглогодичный ремонт Касым-Жумар-Тукаев подверг жесткой критике состояния дорог в республике. Вслух о наболевшем, актуальные проблемы дачников. Как сохранить лес, важное об экологической системе. Состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан, отметил президент республики Касым-Жумар-Тукаев. По словам главы государства, низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который к тому же из года в год выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств. Правительству Акимам и правоохранительным органам поручено принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них. Как обстоят дела с дорогами в Акмолинской области, Аслана Буталипов расскажет подробнее. Состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств. Ежегодно на ремонт автомобильных дорог в регионе выделяются колоссальные средства. К примеру, в текущем году на реализацию 186 проектов выделено более 24 миллиардов тенге. Одно дело – построить или отремонтировать дорогу. Другое дело – сделать это качественно. В последнее время все больше и больше недовольствия жителей региона вызывают качество и содержание автомобильных дорог республиканского и областного значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования Акмулинской области составляет 7 890 километров, в том числе республиканского значения 2260 километров, областного 2665 километров, районного 2965 километров. В текущем году на ремонт автомобильных дорог местного значения предусмотрено 24,5 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюджета более 5 миллиардов тенге, областного более 19 миллиардов тенге. В текущем году запланирован ремонт почти 100 километров автодорог республиканского значения. Финансирование данных работ будет осуществляться полностью с республиканского бюджета. Планируем отремонтировать порядка 550 километров. Данная сумма будет увеличиваться после уточнения республиканского областного бюджета. Основные программы, по которым мы работаем, это комплексный план социально-экономического развития города, прилегающих населенных пунктов, окраины городов, развитие щучнинско-боровской курортной зоны, строительство и ремонт дорог местного значения, программа АОЛ ЕЛБСГ и другие. В текущем году запланирована реализация 186 проектов, это по дорогам местного значения, из них 155 проектов новые. Более 130 проектов мы в этом году завершим. Что касается дорог республиканского значения, то в текущем году, по данным Акмолинского филиала «Казавтожил», то у них запланированы работы по завершению проектирования участка «Центр-Запад». Это Астана. Астана соединяется с западными регионами страны. Также запланирован средний ремонт автодороги Екатеринбург-Калматы. Это участок между Жахсе и городом Адбасар. Также в текущем году запланирована реализация крупного проекта у них. Это реконструкция дороги Екатеринбург-Калматы, участок Жахсе-Маховое. Одним из важных моментов в сфере автомобильных дорог является этап проведения государственных закупок и определения подрядчиков. В разрезе республики в данной сфере имеется множество проблем, в том числе и финансирование из одного источника, без какой-либо конкуренции. По словам представителей ответственного ведомства, в Акмолинской области такие ситуации не имеют места быть. Если в случае отсутствия подрядчиков на конкурс меньше двух поставщиков, то заказчик имеет право заключать договор с одного источника. Но по автомобильным дорогам у нас проекты, по автомобильным дорогам областного значения проекты крупные и практики заключения с одного источника очень мало. То есть в основном по автомобильным дорогам участвует много поставщиков. При проведении строительно-монтажных работ осуществляется пятиступенчатый контроль, то есть это авторский, технический надзор, управление. Осуществляется пятиступенчатый контроль, это авторский, технический надзор, управление государственно-архитектурно-строительного контроля, также национальный центр качества дорожных активов и лаборатории подрядчиков. Важное место в транспортной инфраструктуре региона занимают автомобильные дороги республиканского значения. Их обслуживанием занимается областной филиал товарищества «Казахавтодор». В работе филиала задействовано 160 единиц техники и порядка 450 человек, которые обеспечивают надлежащее состояние автодорог области. Обслуживанием данных автомобильных дорог занимается Ахмолинский филиал «Казахавтодор». На сегодняшний день состояние автомобильных республиканского значения из 2313,7 километров автомобильных дорог, в хорошем удовлетворительном состоянии 1905 километров, в удовлетворительном состоянии 408 километров. Следим за тем, чтобы подрядчик выполнил свои договорные обязательства, чтобы выполнялись работы в полном объеме и качественно, то есть непосредственно с выездом на место. На сегодняшний день содержание автомобильных дорог перешли на бездефектное содержание «Казахавтодор». То есть подрядчик оплачивает средства за соответствие уровню содержания работы. То есть, например, определенная дорога должна соответствовать высокому уровню содержания или допустимому уровню содержания примерно. Большую работу по контролю качества состояния и ремонта автодорог проделывает областной филиал Национального центра качества дорожных активов. Только в 2020 году специалистами филиала было проведено 690 выездов и взято 2221 проба дорожных материалов. По их результатам выявлено 1171 нарушение. Сегодня филиал проводит диагностику автодорог согласно плану работы. В данный момент мы выполняем работы по диагностике автомобильных дорог республиканского значения. С начала года с нашим филиалом выполнено более 300 километров, обследовано по инструментальному осмотру и по диагностике. Допустим, мы выехали, обследовали дорогу, выявили проблемные участки. После них составляется технический отчет с выводами, с рекомендациями, какое необходимо провести ремонтное мероприятие, чтобы в дальнейшем рационально было выделение денег. Мы делим на две категории, которые относятся к фактическому состоянию дороги, а также к которым проведены ремонтные мероприятия в 2020 году, которые сейчас находятся на гарантии. Филиалом центра в рамках проекта «Сапало-Жоу», реализуемого совместно с региональным проектным офисом Ахмулада Алдхалана и областным департаментом по противодействию коррупции, по итогам 23 выездов было вынесено 32 замечания. Также пять подрядных организаций и четыре организации технического надзора привлечены к административной ответственности. Таким образом, такая проблема, как качество ремонта и содержание автомобильных дорог, остается актуальной и открытой. Имеется множество проблемных вопросов. Одно из них – неэффективное освоение средств в данной сфере. Государству же принимаются меры по решению данных проблем, однако их эффективность покажет время. Аслан Абуталипов, Павел Соловьев, Жамбыл Болтаев. Специально для Ахмула Апта. В регионе 9 предприятий, производящих кирпичи. Из них 6 сезонных и 3 постоянно действующих. В общей сложности они производят более 145 миллионов штук кирпичей. Круглогодично работают ТО «Енки», «Астана Керамик» и «Рементауский кирпичный завод». Железобетонные конструкции «Цемент» также производят в регионе. Какова же доля казахстанского, акмолинского содержания в строительной отрасли региона? Ответы точно знает Иван Однорог. В этом году в стране разработана дорожная карта развития строительной индустрии до 2025 года. Сейчас отечественные производители полностью покрывают потребности внутреннего рынка по 10 строительным материалам. Казахстанские производители изготавливают железобетонные изделия, керамический кирпич, блоки из бетона, двери, окна. Значительный вклад в строительный рынок вносят и акмолинские предприятия. «В 2021 году анализ доли местного содержания ведется по 79 проектам на сумму более 53 миллиардов тенгея. На сегодняшний день процент ресурсов местного содержания входит в такие материалы, это кирпич, цемент, инертные материалы, кровельные материалы, асфальтобетонные пропитки, отделочные материалы. Однако на сегодняшний день закуп школьного оборудования и медицинского оборудования закупаются за рубежом. И это влияет на долю местного содержания, оно понижает на сегодняшний день ее. В акмольнической области могу выделить таких производителей местного содержания, это кокши-цемент, кокш-стал-желдары, ТО-енки, кирпичный завод». На строительство в рамках программ «Нурлыжер», «Нурлыжол» дорожная карта занятости из бюджета выделяются большие средства. Однако строительный рынок испытывает ряд проблем. Работа на строительных площадках носит периодический характер. Несмотря на то, что сейчас есть возможность строить даже в зимние месяцы, рынок заметно замедляется. И как следствие, среднегодовая мощность нагрузки предприятий составляет около 56%. На мыс Сапа – одно из новых предприятий на строительном рынке. Предприятие поставляет высококачественный бетон в город Кокшитау и на другие строительные объекты, расположенные на территории радиусом до 100 километров. Качество определяет спрос, считает Даулет Кубентаев. В своей работе мы полностью применяем сырье местного содержания. Это щебень, цемент и песок. Все произведено в нашей области. Песок у нас собственный. Из собственного карьера мы используем кварцевый песок. Единственный в регионе, кто использует кварцевый песок для производства бетона. Это наше преимущество, так как качество бетона зависит от качества инертным материалом. В нашем штате есть технолог, который проверяет материал на входе, то есть проводит анализы. В своей работе предприятие уделяет внимание освоению других сегментов рынка. К примеру, изготовление бетонных блоков. Здесь разрабатывается 5,5 тысяч блоков в сутки. Работа на автоматизированной мини-производственной площадке кипит. Чаще всего их используют жители в строительстве частных домов. С крупными объемами заказов на рынке работает кирпичный завод «Енки». Предприятие является одним из крупнейших действующих производств в Акмолинской области в рамках программы индустриально-инновационного развития. Предприятие в основном занимается производством керамического кирпича. Производственная мощность 60 миллионов кирпичей. Производство оснащено оборудованием от ведущего испанского производителя фирмы «Вердес». Это гарантирует высокое качество и безупречную геометрию готового кирпича. Продукция объекта соответствует европейским и российским стандартам качества. Соответственно, предприятие имеет возможность экспортировать строительный материал на соседние рынки. Высокое качество продукции заслужило ряд государственных наград. Завод является обладателем казахстанской премии «Алтенсапа» за лучшее качество и надежность. Является победителем конкурса «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучший товар производственного значения». В настоящее время на заводе действует новая производственная линия. С новыми мощностями планируется производить более 90 миллионов кирпичей. В прошлом году мы начали строительство нового завода. В настоящее время монтажные работы завершены. Переменчивый континентальный климат требует высокого качества строительных материалов. Наибольшим преимуществом продукции «Янки» является прочность и высокая морозостойкость. Это позволяет сохранить облик здания в неизменном виде более 50 лет, а также сохранить теплообъекты зимой и прохладу летом. На заводе работают 260 человек. Докшитавский кирпич используется во всех регионах Казахстана. Но для строительства, помимо бетона и кирпича, нужны сотни других строительных изделий. Палата предпринимателей «Ятамикен» формирует перечень строительных материалов, выпускаемых в стране путем сертификации отечественных производителей. Это шаг для предоставления информации о казахстанской продукции строительным компаниям. В соответствии с законом Республики Астана на национальной палате, Национальная палата предпринимателей формирует и ведет реестр отечественных производителей товаров, работы и услуг, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, которые формируются на добровольной основе. В целях поддержки отечественного товаропроизводителя был введен сертификат формы СТКЗ, предназначенный для внутреннего обращения. Для подтверждения доли местного содержания в товаре при участии в закупках товаров. С начала 2016 года преференциальные нормы, имеющие в законодательных актах Республики Казахстан, исключены в рамках обязательств Республики Казахстан по международным договорам ЕАЭС и ВТО. Стификат формы СТКЗ оформляется в региональных палатах предпринимателей на основании правил по определению страны происхождения. товара, утвержденного приказом МИР. Индустриальный сертификат также выдается региональными палатами, подтверждает наличие производства предприятий, свидетельствует о номенклатуре производства, производственных мощностях предприятий. Включенным в реестр предприятий оформляется индустриальный сертификат, который свидетельствует, иными словами, о его статусе отечественного товаропроизводителя. Для того, чтобы подать заявление на включение в реестр, необходимо зарегистрироваться на сайте doculite.kz. В личном кабинете подать заявление в пакет документов в региональную палату предпринимателей по территориальному расположению производства. За последние 11 лет объем строительства в Казахстане вырос в 2,5 раза и составил 5 триллионов тенге. Стратегическое значение обеспечения такого гигантского рынка отечественным производством является особенно важным. Казахстан считается страной с малым количеством лесов. Площадь лесного фонда составляет всего лишь 10% от всей территории. При этом количество лесных пожаров увеличилось, а на восстановление сгоревшего леса может уйти до 100 лет. Как говорят специалисты, природный пожар по своим характеристикам опаснее городского, потому что не управляем. При его возникновении, распространении и тушении нужно учитывать сразу несколько факторов. Температура воздуха, скорость ветра и направление огня. Профилактика, предупреждение и соблюдение правил безопасности – вот три главные составляющие. Мы не говорим о лесе, как о важной составляющей экосистемы. Насколько мне известно, на территории Казахстана достаточно небольшое пространство занимает лес, всего 10%. Территория Акмолинского леса, какую территорию занимает из общей? Территория Акмолинской области очень даже, можно сказать, насыщена у нас лесными массивами. Это порядка у нас 12 районов, где имеются лесные насаждения. Как у нас уже начался пожароопасный период с 12 февраля, все превентивные мероприятия, которые должны соблюдаться в период пожароопасного периода, как нами, так и другим полномочным уровнем, все мероприятия проводятся. Буквально вчера у нас прошло заседание областной комиссии, где заместителям Акимовой области были даны ряд поручений, которые должны мы будем в ближайшее время провести и продолжать до конца пожароопасного периода. Вот если говорить о пожароопасном периоде, с начала года, вот именно в этот период, были, есть ли у нас уже факты пожаров, лесных пожаров? Да, уже на сегодняшний день, 12 апреля, у нас зарегистрировано 4 факта лесных пожаров. Это на территории, два факта на территории Зелендинского района, один факт на территории Бурабайска и района Баржан-Сал. По двум фактам у нас уже имеются виновные лица, которые привлечены к административной ответственности. В виде штрафа, это у нас одно виновное лицо было привлечено к административной ответственности в Зелендинском и в районе Баржан-Сал. Также у нас имеется 5 фактов возгорания травостоя. Из этих 5 фактов у нас найдены 2 виновных лица, которые тоже привлечены к административной ответственности, только в виде предупреждения. То есть это поджог? Это поджог. Целенаправленный или же такое невнимательное? По двум фактам травостоя, это, скорее всего, было неосторожное обращение населения с огнем. А что касается лесных пожаров, это у нас проводились отжиги земельных участков сельскохозяйственных формирований, где, можно сказать, они не проконтролировали и упустили этот факт пожара, которое перешло на лесную территорию. Вот те факты, которые уже зарегистрированы, ущерб каков? На сегодняшний день ущерб устанавливается от Моринской территориальной инспекции по двум фактам лесных пожаров. На сегодня я вам точно цифры не могу сказать, потому что еще идут подсчеты. Здесь учитывается, какие леса у нас подверглись лесному пожару, то есть какой вид деревьев, опять же, затрата, силы и стресс, которые выезжали на тушение пожара. Все подсчеты у нас ведутся, это все регламентировано, как будет у нас общие сведения, мы более детально можем до вас довести. А сумма штрафов, она тоже зависит от того, какие это были лесные насаждения, на какой территории, допустим? Нет, это зависит от самого нарушителя, к кому он относится. Если, допустим, у нас физические лица, то если он нарушает данные требования впервые в течение года, то накладывается административное взыскание в виде предупреждения. А если это касается уже субъектов предпринимательства, малого, среднего, крупного, то здесь уже мера, она уже как бы ограничена. Допустим, для малого и микро предпринимательства это 15 МРП, для среднего предпринимательства это 50 МРП, для крупного это 100 МРП. Максимальный штраф 100 МРП. Да, 100 месяцев расчетных показателей. Ну, опять же, если есть у нас крупные материальные ущербы, то можно, если это уже был поджог, то возбуждается уголовные дела. Органами внутренних дел. Вообще, какие основные причины, вот согласно 100 данным, обычно, какие основные причины лесных пожаров? На сегодняшний день это у нас, можно сказать, неосторожное обращение населения с огнем, как и в прошлом году. Порядка 70% пожара происходит по вине самого человека. За его невнимательность и безответственность, можно сказать, так сказать. То есть, неосторожное обращение с огнем. Если взять аналогичный период этого года и прошлого года и сравнить, количество пожаров у нас увеличилось или же как ситуация? Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то у нас статистика, можно сказать, такая же, как и в прошлом году. Четыре факта в этом году, четыре факта в прошлом году. Касательно лесных пожаров. Если говорить по травостою, который у нас происходит, то у нас идет снижение. В этом году у нас пять фактов, а в прошлом году у нас было 12 за этот период. Пока по травостою у нас идет снижение, потому что у нас ежедневно мобильные группы выезжают на рейдовые мероприятия, в состав которого входят сотрудники местной полицейской службы, управление природных ресурсов, территориальные инспекции и сотрудники департамента почисток. Аналогично мобильные группы созданы во всех городах и районах нашей области, которые ежедневно проводят данные рейдовые мероприятия. Кроме этого, у нас в трех районах дислоцируются авиагруппы. Это Бурабайские, Зерензинские, Аккурские районы, где этими авиагруппами тоже проводится авиапатрулирование. Вот если как раз говорить о команде, которая следит за тем, чтобы не было пожаров или в случае, если они возникнули, чтобы быстренько все это, скажем так, потушить. Вот та команда, насколько вы укомплектованы технически, насколько вы укомплектованы кадрами? Есть ли какие-то дефицит кадров, возможно, или какие-то проблемы? В свою очередь, Департамент по чрезвычайным ситуациям готов для ликвидации лесных и степных пожаров на пожароопасный период 2021 года. Сегодня у нас на вооружении имеется 206 единиц техники, более 1000 человек личного состава, 300 первичных средств пожаротушения, 3 насосных станции и также хлопушки и ранцевые огнетушители, которые у нас на сегодня в достаточном количестве. Кроме этого, у нас для тушения лесных пожаров привлекаются лесные учреждения, которые тоже укомплектованы. Но есть ряд, конечно, вопросов по укомплектованности данных лесных учреждений, которые у нас в апреле-май месяце, то есть в апреле месяце территориальные инспекции были проверены и выданы соответствующие предписания по устранению данных нарушений. В целом, готовность полная? Можно сказать так, да. Готовы к ликвидации. Ну, самое главное, думаем, что здесь вопрос не стоит ликвидации. Нужно в первую очередь предупредить население, чтобы такие факты пожаров не происходили. Как вот у нас уже в текущем году зарегистрирован факт в Павлодарской области, где у нас в больших площадях происходит возгорание лесных массивов. Я думаю, что недопущение подобных фактов будем принимать все необходимые меры. В целом, какие имеются проблемы в департаменте вот именно в части лесных пожаров? Чего вам не хватает? Заявите сейчас во всеуслышание. Ну, сказал бы, что таких проблемных вопросов у нас на сегодня не имеется, которые были бы критичными для ликвидации предупреждения лесных пожаров. Это практика, выработанная годами. Мы ее проводим до начала пожароопасного периода и в саму пожароопасный период. Все государственные и уполномоченные органы, в свою очередь, принимают все превентивные мероприятия. Проводится опашка, готовность первичных средств пожаротушения. В этом плане я не скажу, что есть критичные какие-то проблемы, вопросы. Есть вопросы, над которыми нужно работать. Я думаю, что вчерашнее заседание комиссии, все эти вопросы были обсуждены и пути решения их не найдены. Я думаю, что в ближайшее время мы эту работу продолжим. Ну, вот эти вопросы обозвучите нам, пожалуйста. Какие вопросы у нас на сегодняшний день? Это проведение минерализованных полос вдоль лесных массивов, автомобильных дорог. Это, которые, могу сказать, почему проблема эта возникла. То, что у нас не везде снег сошел. И провести данную работу сейчас, на данный период, мы не можем. Поставили задачи тем органам, которые должны это осуществлять. Как только же у нас земля немножко подсохнет, эти работы у нас будут продолжаться. Это на сегодняшний день одна из проблем, которую мы будем решать в ближайшее время. Ваши рекомендации, ваши пожелания жителям Акмолинской области? Пожелания таковы, что для сельхозформирования. Все мы понимаем, что это необходимые мероприятия, которые проводят сельхозформирование. Отжиги для готовности к весенним полевым работам. Самое главное, чтобы они в первую очередь соблюдали все требования, которые должны быть при проведении контролируемого отжига. Это выставление техники с водой, обеспечение первичными средствами пожаротушения, личным составом, которые могли бы в свое время ликвидировать пожар. Что касается населения нашей области, в период отдыха, посещения лесных массивов, семейный отдых, можно так сказать, чтобы ограничить пользование открытым огнем. Это разведение костров, приготовление пищи, чтобы люди ограничивались, если даже это будет проводиться, чтобы соблюдать все требования пожарной безопасности. Были первичные средства пожаротушения, вода и соответствующие облагораживания территории, где мероприятие проводится. Думан Хайрадович, спасибо вам за содержательную беседу и удачи вам в вашей работе. Вам спасибо. Посадка деревьев и кустарников – одна из самых важных операций в их выращивании. Во многом именно от нее зависят, превратятся ли саженцы в прекрасные растения или приобретут жалкий вид, а то и вовсе погибнут. И вот самое время. Весной следует торопиться. Когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен, что нынче высаживают в Кокшетау. Наш корреспондент Мусима Асхатова в поисках ответов специально посетила один из акмолинских питомников, саженцы которого отправляются для создания зеленого пояса вокруг столицы и вдоль Щучинско-Бурабайской курортной зоны. 1 сентября 2020 года глава государства в своем послании поручил посадить в течение пяти лет более двух миллиардов деревьев. В Акмолинской области на 2021-2025 годы запланирована посадка 150 миллионов сеянцев, хвойных и лиственных пород деревьев на площади почти в 25 тысяч гектаров. В соответствии с поручением Ельбасы по соединению лесных массивов Щучинско-Бурабайской курортной зоны с зеленым поясом города Носултан, выделено 10 миллионов тенге на проведение почвенно-изыскательских работ на площади 2,5 тысяч гектаров на сегодняшний день и разработку рабочего проекта для проведения третьего этапа работы. Учреждение лесного хозяйства под ведомственные Акимату области проводит лесопосадочные работы на площади более 1200 гектаров и дополнение лесных культур 504 гектара. На эти работы планируется приобретение 24 единиц техники и 13 единиц прицепного и навесного оборудования. Отметим, с 2022 по 2024 годы запланировано создание зеленой зоны вокруг города Кукшетау на площади 313,5 гектаров. На сегодняшний день, на данный момент, уже 79 гектаров из вышеуказанных площадей мы уже засеяли. На территории города Кукшетау у нас есть государственное учреждение лесхоз Бухпа. Именно запланировано за этим лесхозом 130 гектаров. На сегодняшний день они уже более 13 гектаров посадили. То есть это в черте города. В рамках реализации послания главы государства в текущем году предусмотрено увеличение объемов сбора, переработки, хранения лесных семян и выращивания посадочного материала. Мы находимся на территории Малотюктинского лесного хозяйства, который имеет историю с 1947 года. Его общая площадь составляет почти 20 тысяч гектаров. Сегодня высаживаются сеянцы двухлетней сосны. Его особенность – чем меньше посадочный материал, тем лучше его приживаемость. На приобретение посадочного материала для лесных питомников Акиматом области выделено порядка 30 миллионов тенге. Один из них – Малотюктинский, который выращивает посадочный материал для ежегодной посадки. В этом году здесь было выращено порядка 1 миллиона 200 штук сеянцев, из которых 600 будут использованы Малотюктинским питомникам. Остальные будут переданы в учреждения лесного хозяйства. В данном питомнике работает порядка 30 рабочих сезонных в весенне-летний период. Как вы знаете, главой государства было дано поручение в 2020 году о необходимости увеличения посадки деревьев. В Акмолинской области на период с 2021 по 2025 год необходимо посадить порядка 21 тысячи гектаров. Общим количеством 150 миллионов штук сеянцев. В нашем учреждении ежегодно проводится посадка 85 гектаров. В связи с данным поручением к 2025 году данная посадка увеличится до 600 гектаров. При этом количество в 2021 году будет посажено 600 тысяч сеянцев, деревьев, породы сосна. А уже в 2025 нам необходимо посадить 600 гектаров. При этом количество будет составлять порядка 3,5 миллионов штук сеянцев. Общая площадь Малатюктинского учреждения лесного хозяйства управления природных ресурсов составляет 20 тысяч гектаров. Из них лесопокрыты 16 тысяч. Здесь имеется постоянный лесной питомник общей площадью в 50 гектаров. В нем выращиваются порядка 50 наименований древесно-кустарниковых пород. Тем самым обеспечивает посадочным материалом 13 государственных учреждений области, а также крупномерным посадочным материалом областной центра и столицу. Силами рабочих лесопитомника и работников лесной охраны. В основном шишку сосны и семена березы заготавливает у нас лесная охрана. И семена мы сами, плоды перерабатываем на семена, шишку мы сушим в своей шишко-сушилке. Так что проблема только в количестве, потому что бывает тяжело собрать определенное количество семян. А так-то мы все сами готовим. Сеем в основном на земле, которая прошла двухгодичный пар. Полив у нас обеспечен, у нас подземно-растительная система. На производстве сеянцев у нас занята бригада лесокультурных рабочих, где-то в количестве около 25 человек и двух трактористов. В питомнике выращиваются такие древесно-кустарниковые породы. Клен, ясенелистный, татарский, ясень, яблоня сибирская и лесная. Бузина, черемуха, ирга, арония, пузыреплодники. В основном это декоративные породы, которые используются для озеленения городов, сел и создания лесных культур и защитных насаждений области. Семена у нас все заготавливаются в своем хозяйстве. Также у нас еще размножаем посадочный материал методом зеленого черенкования. Допустим, у нас с 2013 года к нам заводятся декоративные породы из тюмени. Чтобы увеличить их количество, мы начали их размножать внутри хозяйства методом зеленого черенкования. В прошлом году лесным хозяйством было реализовано порядка 40 тысяч крупномерных саженцев и 500 тысяч сеянцев. Каждая отрасль имеет свои тонкости. После вспашки земли сеянцы нужно вовремя сажать. Те сеянцы, которые попали под майские дожди, имеют свою влагу в корнях. Необходимо не пересушить, быстро посадить во влажную почву. Такие лунки мы называем холодильник. Убираем снег трактором и покрываем лунки соломой, чтобы избежать высыхания. Корни влажные, живые, но находятся в спячке. В этом заключается секрет посадки сеянцев. Озеленение и благоустройство населенных пунктов – вопрос важен не только для красоты, но и для здоровья населения. Важно помнить, зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку и играют важную роль в увеличении биоразнообразия. Муслима Асхатова, Медед Каиркенов, Павел Соловьев, Алмаз Адуакасов, Ахмолапта. Проблемы дачников, переходящие из года в год, не теряющие своей актуальности и не находящие в большинстве своем ответов. Зарина Десикеева о головной боли владельцев Кокшиталовских дач. На дачных участках вырастают не только овощи и фрукты, но и проблемы. Акмолинские дачники не раз поднимали такие острые вопросы, как электроводоснабжение и качество дорог. Отдельную строчку занимают опустевшие территории. И даже те дачные участки, на которых возводят высотные здания. А ведь они предназначены для сельскохозяйственного назначения. Вокруг областного центра расположены дачные массивы. По Зерендинской трассе зарегистрировано 19 тысяч земельных участков. В Красноярске около 3 тысяч, по Еленовской – 260 земельных участков. К сожалению, половина из них – опустевшие заброшенные территории. Тому причина – разрушенная инфраструктура. Туда не поступает электроэнергия, нет транспортной и автобусной доступности. И земельные участки заросли. Их примерно около 11 тысяч штук. Это почти половина. На сегодняшний день в садоводческих товарищей обрабатывается более 10 тысяч участков. Садоводческие товарищи – это самое большое общественное объединение. Оно объединяет 23 тысячи граждан города Кокшетава. Земельные участки были разданы владельцам земельных участков. Это начинается раздача, например, приобретение с 1970-х годов. Была создана инфраструктура, водопровод. Были проложены асфальтированы дороги. Была проложена линия электропередач. И люди начали обрабатывать. Касательно маршрутов общественного транспорта, Кокшетавские перевозчики уже запустили рейсы с 15 апреля текущего года. Все дачные маршруты всех перевозчиков открыты с 15 числа. 32, 34, 35, 36, 37, 38 мы уже ходим. Дачный сезон открыт. В соцсетях информация прошла. Застройка садоводческих земель с жилыми домами, складами, животноводческими фермами. Все это тоже вызывает тревогу у местных дачников. А это противоречит закону. Такие земли относятся к категории сельскохозяйственного назначения. За чертой города живут целые семьи. И по свету здесь не хватает вольтаж. И по дорогам, плохие дороги. Ну и заброшенные участки очень много. Надо делать или отчуждение, и чтобы хозяева здесь постоянно находились. Потому что вот напротив нас, пожалуйста, уже года 3 или 4 точно не работает здесь никто. А там туда, ближе к озеру, там вообще плохо в этом отношении. И идет, конечно, как только уходят охранники, идет воровство. Садовое товарищество «Пищевик» существует с 1983 года. Оно расположено на площади 17 гектаров по Зерендинской трассе. В основном владельцы этих земель занимаются выращиванием овощей, фруктов, ягод. Также они реализуют свою продукцию на местном рынке. Подавляющее большинство заброшенных земельных наделов находится именно на этой территории. На протяжении вот этого времени, скажем, электрические сети, водопроводные сети, вся эта инфраструктура уже приходит в негодность. Мы не можем решить эту проблему с пустующими дачными участками. Есть хозяева, есть все, но они не обрабатываются по разным причинам. На сегодняшний, допустим, большой спрос, особенно от молодых людей, хотят получить землю для выращивания вот этой сельхозпродукции. Много в последнее время людей поселились проживать на дачах. Вот. Там проводится какая-то регистрация этих людей. Вот так как они там проживают, производится регистрация. Люди становятся, такую занимают позицию, что я хозяин, ко мне не приставай. Есть закон о земле, есть гражданский кодекс, но хотелось бы, чтобы существовал закон о дачах. Вот. Проект закона направлено в правительство на рассмотрение. Пустые участки, как правило, утопают в мусоре и зарастают травой. А это, в свою очередь, может привести к возникновению пожаров. В регионе начался пожароопасный период. С 12 апреля текущего года уже зарегистрированы случаи лесных пожаров и возгорания травостоя. Сейчас ведётся активная работа по профилактике недопущения чрезвычайных ситуаций. На территории Акмолинской области начался пожароопасный период. Сотрудники департамента проводят информационно-разъяснительную работу. Жителями региона раздают листовки. Уже зарегистрированы первые случаи пожара в лесу, возгорания травостоя. Уважаемые акмолинцы, просим вас соблюдать правила пожарной безопасности. В особенности сейчас дачники ведут очистку территории от мусора и сжигают мусор, траву. Несоблюдение элементарных мер безопасности может привести к пагубным последствиям. Каждый обрабатываемый участок кормит одну семью. К примеру, если обработать 10 тысяч таких участков, то около 50 тысяч горожан будут обеспечены натуральной продукцией. Более 55% урожая картофеля собирается на дачных территориях. Порядка 30% – огурцы, помидоры, капуста, свекла. Кокшитовские садоводы – активные участники государственной программы обеспечения продовольственной безопасности страны. Сейчас в областном центре зарегистрировано 78 садоводческих товарищей. Из них работает только 40. Накопившиеся проблемы создают препятствия для их деятельности. Дачники не раз обращались в местные исполнительные органы и даже направляли письмо в правительство. И нам надо помощь, например, в инфраструктуре. Все соглашаются. Ни одного такого, например, мы не получили отрицательного ответа. Все говорят, что вы, значит, не самозванцы, вы и так далее выполняете. Но, к сожалению, вот в течение 12 лет, например, практически никаких проблем не решается. Все соглашаются, говорят, а почему? Да потому что садоводческие товарищества не имеют юридического статуса. Мы, это граждане города, они не дармоеды. Они не ходят с протянутой рукой, например, в отдел социальных забеспечений. Дайте нам денег для того, чтобы обеспечить. Они работают на своих участках, укладывают деньги и получают продукты. В течение нескольких дней наша съемочная группа пыталась дозвониться до городского отдела земельных отношений и получить комментарии по наболевшим вопросам дачников. Однако никакого ответа мы так и не получили. Специалисты ссылались на загруженный график работы. Такая же история произошла с руководителем городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Ну а мы будем надеяться, что соответствующие ведомства все же найдут свободное время для кокшиталских садоводов, чтобы дать профессиональный в их компетенции комментарий. Зарина Десюкеева, Медедка Иркенов, Берег Манап, специально для Ахмала Апта. В сегодняшнем выпуске мы много говорим о растительности, о том, как важно пополнять лесной фонд, как уберечь лес от пожара и даже дачная тематика смежно с лесом. Теперь Камша Такишева с материалом о заповедниках и национальных парках. Субтитры создавал DimaTorzok В Казахстане в настоящее время насчитывается 10 заповедников. Их площадь составляет 1 млн 610 тыс. 973 гектара. Аксужа Багалинский заповедник, впервые открытый в стране, получил признание и особую защиту не только в республике, но и на мировом уровне. Согласно историческим данным, 14 июля 1926 года он был создан благодаря выдающемуся государственному деятелю Труару Раскулову. На сегодняшний день территория заповедника занимает площадь 131 934 гектаров. Аксужа Багалинский заповедник включен в список всемирных заповедников ЮНЕСКО. В заповеднике наблюдается увеличение 70% животных, а остальные 30% стабильны. Что касается диких животных, то здесь в последнее время увеличилось количество сибирских косуль, кабанов. А теперь, что касается хищных зверей, то всем известный снежный барс – символ нашей страны. Этот снежный барс наблюдается в Аксужа Багалинском государственном заповеднике. Его нашим сотрудникам за последние два года достояли новейшие техники того же фотохудожника ООН. Сделали работы по фотоплёнке. Это не так просто. Фотографии сделаны на высоте 3,5 метра над уровнем моря. Также было отмечено увеличение численности тяньшанского бурого медведя. В общем, ни о каком уменьшении речи не идёт. Стабильные процентные показатели растут. Аксужа Багалинский заповедник – настоящая научная лаборатория природы. Здесь много птиц и насекомых видов растений. Общее количество птиц, обитающих в можжевеловых, кустарниковых лесах, более 299. Есть птицы, которые поселяются в летний период, а осенью летают на тёплые края, в том числе охотничьих птиц. Есть хищные птицы. Пересчитываем куропаток, перепелинных птиц. Всего встречается 1312 видов растений. Из них более 40 видов занесены в Красную книгу. В Тюлькубасском районе имеется горка Казалтубе. В настоящее время там цветут тюльпаны. Тюльпаны – это наш бренд. К ним у нас особенный уход. 16 апреля 1968 года был открыт Кургалжинский заповедник – одна из крупнейших природных территорий страны. Здесь обитает 357 разных видов птиц. Из них 41 вид входит в Красную книгу Казахстана. 27 видов занесены в Международный союз охраны природы. 130 вида гнездящихся птиц. С 2008 года в нашем заповеднике произошли некоторые изменения. Первыми вошли в ЮНЕСКО. Также наша территория удвоилась. Что касается финансирования, то в 2020 году объём бюджета составил 186 миллионов тенге. В этом году стало чуть меньше – 176 миллионов. В штате работают 65 сотрудников. По словам Жаната Журкаева, есть некоторые препятствия в защите заповедника. Проблем достаточно. В Караганинской области 280 тысяч гектаров, в Акмолинской – 260 тысяч гектаров. На этой территории находится 45 инспекторов. На одного инспектора – 20 тысяч гектаров земли. Его трудно обойти и защитить. Второй вопрос. Зимой проблема с дорогой усложнилась. Близ расположенного Нур-Султана прибывает около 1500-2000 человек в день. Всем им мы должны создать условия. У нас нет такой техники, как К-700. Эти спасательные работы мы должны проводить сами. Развитие экотуризма теперь входит в состав национальных парков. В стране 19 национальных парков, которым присвоен статус научного учреждения по охране природы. В этом направлении Акмолинская область находится на высоком уровне. Государственный национально-природный парк Кукшетал был создан в 1996 году. Расположен в Акмолинской области Зерендинского района. Территория парка занимает более 182 тысяч гектаров. Местная природа удивляет своей красотой и обилием. Животные мира государственного национального природного парка Кукшетал очень богаты. Фауна на позвоночных животных насчитывает 282 видов. Они распределяются по классам следующим образом. Млекопитающие 47 видов, птицы 216 видов, присмыкающиеся 7 видов, рыбы 12 видов. Для местной фауны типичный лось, косуля, барсук, лисица, волк, лесная куница, белка, заяц, куропатка. Основная задача филиала у нас охрана и воспроизводство. Это охрана от пожаров, от бриконьерства и других детства нарушений. Также охрана животного мира и разнообразие всего растительного мира. Также мы сейчас занимаемся туризмом и рекреацией в нашем филиале. Кроме того, ведутся очень большие работы по воспроизводству леса. Это и посадка, и дополнение. Вот такие виды работы сейчас проводим. По данным областного управления земельных отношений Акмольской области, в настоящее время площадь особо охраняемых природных территорий региона составляет около 472 тысяч гектаров от общей площади области. Казахстан занял 76 место из 78 стран в мировом рейтинге по развитию инфраструктуры туризма. По словам специалистов, темпы экотуризма замедлились, качество услуг также значительно снизилось. Предпринимается немало мер для продвижения туризма в Казахстане. Это и наше министерство, и наш отраслевой комитет, и Акиматы областей прилагают много усилий, чтобы продвигать туризм в регионах. Прежде всего мы должны подумать о создании благоприятных условий для развития туризма на местах. А для этого должны быть полноценные структуры, полноценные штаты. И надо бы не допускать непонимания отдельными чиновниками этой важности той отрасли, которая может приносить достаточные существенные доходы в казну государства. В Казахстане сейчас особенно актуальны вопросы экологии, охраны и окружающей среды. И как ни крути, все-таки есть много тех, кто отказывается подчиняться законам. В связи с этим в масштабах страны предпринимается немало мер. В частности, на некоторые производства, которые наносят ущерб окружающей среде, навыгаются штрафы. Наказываются те, кто пренебрегает экологическим проблемам в стране. Помимо этого, что государство вкладывает значительные средства в развитие туризма Казахстана, граждане уделяют большое внимание охране природы. На этом у меня все. Прощаюсь с вами ровно на неделю. В студии работала Саняя Кубжасарова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова